Почну с того, что, на жаль, Дагэтуль не вядома, что с Виктором Бабарыка. Дагэтуль нема неводного фотосдымка Виктора Бабарыки с турмы, с туремной больницы. Я нагадываю, и он трапил у Новополоцкую лякарню с знаками сбиття, с пневмоторексом, это разрыв легкого. Вось, и, ну, саправды, весь свет сапшыць за тым, что зым адбывается, и, на жаль, Дагэтуль нема неякой информации. Виктор Бабарыка, ті он яшэ у больницы, ті он ўжо пераведзены, ті он живы тіне, нічога нема. Нічога нема. Ну, вось, коли мы кажем про такого одного з тых, кто не згибаецца, не зламаўся, а гэта не толькі Йон, не толькі Бабарыка. Гэта і Статкевич, гэта і сам Сяргей Тихановскі, гэта і наші блогеры Цыганович, інші, і гэта, зразуміла, і Марія Калеснікова, і Поліна Шарэнда Панасюк, і інші. Ті не згибаець, і не тое, що Протасевич, те, що. І вось ситуацію з Бабарыком прокомментовал яйцелис Вознесенський. Юрий Вознесенський, знаменитый яйцелис и яйцевед, любитель лукашенковских яиц, сказал следующее. Меня Бабарико не интересует, т.к. я тратил на него много времени и все оказалось впустую. То есть он пытался заставить Бабарико принять условия власти, перейти на сторону зла. Он пытался заставить Бабарико сделать покаянное видео. Ему не удалось, и он резко потерял интерес к Бабарико. Я ему искренне желаю здоровья и душевных сил, но тратить драгоценное время на эту ситуацию не вижу смысла. Я знаю, что с ним все нормально, знает он. Я не утверждаю, что это так, но думаю, что если с Бабарикой случилась какая-то нештатная ситуация, то власти тут ни при чем. Конечно. Если у него проблемы со здоровьем, то успешно вылечат, как госпожу Колесникову. Ну, я скажу, что у Колесниковой полжелудка вырезали. Если это успешное лечение, то... Вопрос. Почему к Виктору Бабарико три месяца не пускают адвоката? Вознесенский. Это вопрос не ко мне, а к администрации исправительного учреждения. Юрий. Но ведь вы один из ключевых людей, кто занимается вопросами политзаключенных. Ответ, конечно, грандиозный у яйцеведа. Наевшись неблагодарности от вытянутых из тюрьмы невероятных. Я потерял мотивацию продолжать заниматься этим вопросом. Планирую уйти из политики. Творчество. Но одним графоманом, что ли, будет больше? Пишу вторую книгу. Начал работать над экранизацией книги про события 2020 года. Ну, я представляю себе книга от Воскресенского. Он рассказал, как встретился с Бабарико. Я увидел абсолютно инфантильного, безответственного человека, живущего в параллельной реальности, говорит про Бабарико Воскресенский. Он заварил всю эту кашу, а потом всех бросил, изобразив композицию Авдомика. Он мог бы использовать свой тогдашний политический вес для нормального конструктивного разговора с властью. Даже будучи в заключении. Класс, я в заключении. А какой конструктивный разговор? Разговор должен быть на равных. Я предложил им это сделать ради его сторонников и нормализации общественной обстановки. В настоящее время его политическая фигура сдулась и разговаривать с ним никто не собирается. Вот. Смотрите, дальше он расскажет, как они занимались вымогательством. Ему предложили одно условие. Верни украденные деньги, выходи на круглом столе в СИЗО. Круглый стол в СИЗО, да? Новый формат. Помните эти круглые столы в СИЗО? О, знаменитые круглые столы. Лукашенко ему сказал, Виктор, не хочу, чтобы ты сидел. Верни деньги, пиши помилование. Я повторил это предложение, посетив колонию. Он сказал, что денег у него нет. Тогда я попросил его найти и перевести на счет следственных органов миллион долларов. Кто такой Воскресенский, чтобы говорить, ты должен найти миллион долларов? И тогда мне легче просить об изменении меры пресечения для его сына Эдуарда. То есть, он за Эдуарда, это вот официально пишут, не понимает, что он себе подписывает, этот Воскресенский. То есть, они шантажировали Бабарико, рэкетировали его, предлагая за миллион долларов выпустить Эдуарда Бабарико, который вообще ни сном, ни духом, до сих пор нет никаких предъявленных ему внятных обвинений и нет суда. Три года человек в СИЗО, то есть, его просто держат в СИЗО, как заложника, чтобы выманить, выцеганить миллион долларов у Виктора Бабарико. И это он официально говорит, то есть, что мы держим в заложниках твоего сына, но за миллион долларов мы его отпустим. Я принес с собой телефон, то есть, в СИЗО пронес телефон, да, то есть, вот просто уголовное преступление на уголовном преступлении. Он мог бы позвонить любому из своих знакомых банкиров и найти этот жалкий миллион долларов. Ну, вот это, наверное, так ИГИЛ действует. Но он снова начал изображать комедианта, сказал, что готов платить 50 рублей в месяц, которые получал в колонии, выпекая хлеб. Хлеб, я понял, он потерял всякое чувство реальности. То есть, он не понимает, что, да, это, как, не знаю, террористическая организация, что надо, если у тебя сын в заложниках, звонить и платить миллион долларов за то, что просто ему изменили меру пресечения. Хотя, ну, юридически это вообще разные дела. Они вообще никак не связаны. Это поразительно вообще. Это просто, это не просто сюр и абсурд. Это вот этот Воскресенский, он просто сейчас рассказывает всю ленту уголовного кодекса в отношении себя. Это рэкетирование, да, чистый рэкет, террористические методы, заложник в обмен на деньги, да, то есть, просто вымогательство классическое, стопроцентное. Ну, класс. Ну, класс. Субтитры создавал DimaTorzok